всем привет сейчас расскажу в чем разница между использованием лампы накаливания двухспиральный на электромобиле мини-капа и миф других автомобилях и светодиодной лампы когда заменил я купил машину там уже была светодиодная лампа установлена место лампы накаливания я заметил что иногда выходит ошибка по высоковольтной части p05a15 вот и оказалась проблема в чем что принципиально разное используют этих ламп то есть лампа накаливания ну что заводом изготовитель предусмотрено и светодиодная лампа суть в чем что когда мы ставим лампу накаливания то ток течет нажимаем да там что включение габаритов и ток пошел по одной спирали на массу и лампочка загорается одна спираль лампочки загорается когда мы нажимаем педаль стоп 12 вольт пошло загорается другая спираль лампочки лампочка светит ярче потому что две спирали горят когда используется светодиодная лампа то эффект следующий включаем габариты и 12 вольт пошло значит здесь что соединилось 12 вольт пошло сопротивление стоит здесь на габаритах первое 150 ом вот дальше тут светодиоды но 4 это я условно написал их там на самом деле больше иногда бывает один два ярких либо там много менее ярких сумме они дают хорошую яркость вот и да дальше как ток должен пройти через этот резистор 150 ом через светодиоды вспыхивает и через два еще два резистора уходит на массу почему два резистора так пол конструктивно проще ножки резисторов используются как контакты лампы лампа бисокольная вот как устроена светодиодная двухспиральная лампа ведь там внутри все равно два контакта от светодиодов а яркость габариты листа паре зависит от того через какие резисторы идет ток так вот что за проблема получилось у нас электромобиль это особенность как бы в этой схеме следующий у нас идет сигнал в электронный блок управления о том что мы нажали педаль стоп то есть мы нажимаем педаль стоп на высокий уровень идет на компьютер вот и машина понимает что нажата педаль начинается рекуперация энергии вот когда мы включаем габариты у нас светодиодная лампа ток течет не только так но он еще получается здесь появляется я здесь мерил три с половиной вольт это хватает уровень логической единицы хватает чтобы компьютер начал понимать что мы нажали педаль стоп теперь смотрим дальше до включили габариты компьютер думать что нажата педаль стоп а мы начинаем разгоняться и тут ну когнитивный диссонанс у машины да и на скорости 61 километр в час у нас выходит ошибка так вот чтобы эту ошибку исправить я у себя сделал что поставил просто шум то есть здесь я сделал шум вот и когда я когда нажиму включать габариты ток течет и здесь идет гашение то есть я сделал сопротивление порядка 500 он у меня уже здесь стало 18 вольта что уже ниже логической единицы машина не думаю что она тормозит что мы нажали педаль стоп так я починил до этого в предыдущей серии я говорил что исправил нашел контакты солны ты были но причина оказалась другом я когда подсветку номер убрал подсветка номера была на лампах накаливания не именно эта схема вообще лампа накаливания которые служили шунтом вот и когда это я убрал ошибка опять появилась и начал дальше разбираться и понял что нужен шут сюда и тогда ошибка уйдет на порядка где-то 500 он забыл сказать еще что перед тем как установить шут становилось здесь диоды и диоды поставил так вот их припаял диоды предполагал что ток не будет течь сюда в эту цепь но не помогло зато есть еще еще лампочка в этой цепи подсветка приборов вот этот диод помог то есть диода не было нажимаю стоп ток через резистор тек и подсветка приборов включалась начинал светиться тормоз отпуская она гаснет и вот этот диод он как бы от этого избавил это вылечилась вот но ошибка так и осталось вот этот диод не помог не избавил от ошибки только вот когда поставил туда все заработало решил вытащить вебасту и разобрать посмотреть что там с ней не так проблема в чем она включается переходит режим он включена начинает работать вентилятор продувается и потом блок питания уходит защиту потоку то есть потребляется большой ток ну и все и экран гаснет перестает работать вот разбирающих вот сюда вебаста тут вот похоже трещина сейчас буду пену обрезать стоит под ручнику под ручником здоровая такая коробка сейчас я все снимем где забрал тут все смотрите вот цвет такой мне кажется что пена немножко подгорала то есть температура выходящего воздуха была большая и пена немножко но цвет такой как будто вот подгоревшие выхлопное отверстие этой вебасты все разобрал полностью все убрал такие запчасти здесь вот еще вентилятор топливные насосы и пульт все тут теперь чисто стало сейчас будут собирать обратно завтра думаю ехать на работу поэтому надо собрать смотрите как работает кулиса от паркинг нажимаю кнопку блокировки реверс дальше можно в нейтраль не нажимаю кнопку в реверс уже не получится драйв эко драйв нейтраль продолжаю демонтировать дизельный воздушный фен вот здесь осталось канализацион трубы все разберу отверстие заткну а то штатная печка уже не справляется столько отверстия осталось после уборки этой фибасты знаете какой плюс обнаружил сейчас заметил в этой машине можно сидя на водительском месте спокойно протереть стекло пассажирской двери дождь вот хотел звук записать капли по крыше вот наступило время очень неудобно когда налить на лобовом стекле появляется трачу энергию на то чтобы растопить вот смотрите сейчас показывает сколько осталось там 18 километров выключаю печку да и сразу хоп-хоп 29 то есть энергии много уходит но тут уже растапливается быстро ну где-то 2-3 минуты и стекло отогревается сначала пятнышки потом побольше потом все стекло но на улице температура минус 2 поэтому когда будет минус десять не знаю как как будет в минус десять вот были температура минус восемь ездил один раз идет обледенение с внутренней стороны покрывается инеем уже не смывается ничего только греть 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 но запас хода сокращается середина декабря вот езжу на летней резине не то чтобы жду проблем просто хочу проверить как скользить будет как проходимость вот и тогда приму решение уже выходные обещают сильные морозы снегопады поэтому чуть-чуть осталось ждать ну что ребят за окном снег попробовал на летней резине на этой машине как говорится как корова на льду поэтому сейчас буду ставить зимнюю посмотрю сократится ли расход в одном смысле пробег на одном заряде на зимней резине тут другой момент передают что завтрашнего дня мороз до 18 градусов и мне сказали что моя батарея ну в этой машине начнет промерзать емкость может упасть до ну на 40 процентов сократится соответственно и пробег сократится если я потеряю столько в пробеге то мне не хватит туда-сюда на работу и домой придется поездки на этой машине прекратить до тепла или до оттепеля посмотрим то есть сейчас начнем зимняя резина если успею сравню падает ли пробег на зимней резине по сравнению с пробегом на летней вот и посмотрю что будет в морозе с дисками еще проблема оказалась вот такая вот все колпаки вставляются внутрь сюда вот либо снаружи либо вот как здесь от него видите логотип лазовский изнутри ну думаю решить очень просто нужно только вот белую изоленту купить все будет хорошо все заменил резину вроде бы нормальные колпачки смотрятся насос ножной купил говорят что нельзя в прикуриватель этой машины вставлять электрический насос потому что выгорает предохранитель хотя он 15 амперный но выгорает я когда эту машину взял он предохранитель этот был сдохший заменил все заработал там приборы прикуриватель но купил насос такой ножной больше не экспериментирую накачал по три атмосферы все колеса хотя рекомендуется задние до трех с половиной летние у меня было три с половиной накачано ну сейчас вот посмотрю если запас хода сильно упадет тогда надую посильнее небольшой анонс следующей серии планирую рассказать провести сравнение электромобили эксплуатации электромобиля и бензинового автомобиля плюс и минусы рассказать уже часть материала отснята будет серия про посвящена стройке так как канал от ГВЛ до вертолета но вертолет еще не скоро если доживем ну я думаю доживем хватит сил все сделаем вот а стройка уже тема актуальная опыт какой то есть я расскажу я думаю будет интересно поэтому смотрите сейчас пока